ДИАЛОГ Савицкий, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома. Родился в 1952 году в Калинковическом районе. Работать начал в юном возрасте. В 1969 году бригадиром колхоза 1 мая. В 1975 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «Механизация сельского хозяйства». В колхоз вернулся уже на должность главного инженера. Работе в сельском хозяйстве посвятил более 20 лет своей трудовой биографии. Затем на протяжении почти 10 лет возглавлял Житковический районный исполнительный комитет. В 2008 году назначен на должность председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома. На вопросы, которые касаются оказания государственной социальной поддержки населению, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 802-32-77-68-45. Здравствуйте, Петр Николаевич. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. 1 октября будет отмечаться День пожилых людей. Разные общества в мире относятся к пожилым людям по-разному. Где-то их уважают, почитают, а где-то, наверное, списывают со счета уже считают некомпетентными. Где-то дети заботятся о своих родителях, где-то их оставляют в домах престарелых. У нас, наверное, есть разные примеры, но вот как вы считаете, каких больше? Ну, прежде всего, Ольга, я хотел бы в преддверии Всемирного дня пожилых людей пожелать старшему поколению, прежде всего, здоровья, оптимизма и уверенности в это нелегкое время. Что касается вопроса, то хочу сразу сказать, что все-таки положительных примеров у нас значительно-значительно больше. Конечно же, иногда есть и не совсем хорошие примеры. Но если посмотреть с точки зрения количества, то, конечно, они незначительны и столь такого влияния не оказывают. Поэтому там, где уже не берут на себя эту обязанность родственники, близкие, то, конечно, здесь включается государство, и государство всегда оказывает свою поддержку и помощь этой категории людей. И вся эта нагрузка ложится на территориальные центры, социально обслуживая население. Есть ли этот человек в состоянии еще продолжать проживать в обычной для него атмосфере? Петр Николаевич, как определяются временные параметры пожилого возраста? Потому что тоже в разных странах есть свои особенности. В Японии только в 70 уходят на пенсию, а, например, в Новой Гвинеи уже в 50 человек считается глубоким стариком. Ну, по классификации Всемирной организации здравоохранения, значит, идет такая условная классификация, что люди в возрасте от 60 до 74 лет считаются пожилыми людьми. От 74 до 90 – это уже старшего возраста люди, но и старше 90 лет – это долгожители. Хочу сказать, что у нас в Гомельской области проживает 337 тысяч с половиной пожилых людей. И на сегодняшний день в области 62 человека, которые достигли 100-летнего юбилея. А сколько среди них мужчин? Среди них мужчин где-то 9 человек. Вот как видна разница, да, к этому пожилому? Да, поэтому здесь разница большая. И, к сожалению, но так складывается, статистика говорит о том, что продолжительность жизни женщин значительно выше, чем у мужчин. Ну, если нам повезет, мы все будем пожилыми людьми. Что бы вы пожелали? Как сохранить до преклонных лет здоровье, ясность ума, любовь к жизни? Ну, я прежде всего хочу сказать, что старость – это не патология. Поэтому каждый человек должен вести активный образ жизни. И в сознании у него должно все время быть одна мысль, что в любом, каждый возраст, он по-своему хорош. Поэтому надо быть всегда активным, чтобы физически поддерживать свое состояние. И, конечно же, психическое состояние. Потому что немаловажно вот эти два момента. И чем больше человек находится в подвижной форме, находит свое занятие, то есть занятие. Один, к примеру, условно, он любит землю, работает на даче. Второй, когда есть внуки, это любимое занятие с внуками. И в школу, и со школы, и, так сказать, и различного рода кружки, и везде. Поэтому эти люди, как правило, они чувствуют себя и находят, и не чувствуют, что они уже являются, так сказать, ненужными для общества, а тем более для семьи. Поэтому самое главное – психологически себя настроить. Да, это действительно важно. Это важно и в любом возрасте, и по отношению к любой жизненной ситуации. Но, Петр Николаевич, как бы Вы определили, а какие преимущества есть у зрелого возраста? Ну, у зрелого возраста преимущества, то есть это человек, который очень много знает, человек, который испытал в жизни многое, и человек, который реально оценивает обстановку, и который стремится к жизни, он всегда находит полезные, так сказать, для себя моменты в любой ситуации, извлекает и живет. Поэтому вот в таких ситуациях, Ольга, могу сказать, что самый главный недостаток – это живого общения, вот в этой категории. Поэтому для этой категории, это из опыта, я говорю, самое главное, чтобы найти себе собеседника и вот обсуждать те проблемы, вопросы, которые сегодня жизненно важны для этой категории. А какая помощь, на Ваш взгляд, необходима пожилым людям? Ответы гомельчан на этот вопрос. Далее в нашей рубрике «Есть мнение». Бесплатный проезд хотя бы таким вот уже пенсионерам старым, вот это я считаю, что не знаю, обязательно. И в поликлиниках какие-то, какое-то более-менее, может лекарства дешевле, но не всем же лекарства дешевле, правильно? А больных много. Я считаю, что психологическое больше. Они любят, чтобы с ним побеседовали, чтобы когда приходит даже соцработник, им хочется с ним поразговаривать. Вот, я думаю, такая. Чтобы медицинское обслуживание было на уровне более-менее. А так, платное все, много. Денег не хватает. Чтобы денег хватало на все, что им нужно. Денег побольше нужно молодым, пожилым людям. Чтобы можно было купить, оплатить коммунальные услуги и все. А так, коммунальные услуги заплатишь, а на жизнь остается совсем мало. Внимание. Забота и внимание, наверное, от близких, от родственников, от людей вообще в целом, мне кажется. Поощрения, может быть, какие-то... Ну, это уже не ко мне вопрос. Я, может быть, это больше к нашей администрации, города. Я бы им все отдал. Нашим родителям, дедушкам, бабушкам. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о помощи государства пожилым людям. Петр Николаевич, вот внимание и поддержки, в том числе и материальные. Мне кажется, этого всем нам бывает мало. Но есть такие случаи, когда медлить нельзя. Вот чем может помочь социальная служба? Ну, в таких случаях, когда медлить нельзя, то всегда у социальной службы есть варианты разрешения данной проблемы. Есть фонд социальной защиты, с которого можно оказывать материальную помощь для тех людей, которые оказались в сложной финансовой или жизненной ситуации. Поэтому эту помощь можно оказать, обратившись в территориальные центры управления по труду занятости и социальной защите. И администрации района оказывают эту помощь. Но есть ли уж такая ситуация и там той помощи, которую оказывает администрация или же управление по труду занятости и социальной защите любого региона в области, то есть возможность обратиться у этого управления с ходатайством в комитет. И комитет, в свою очередь, оказывает материальную помощь для разрешения этой проблемы. Есть еще для этой категории программы социальные, в которых предусматриваются соответствующие средства для того, чтобы решать проблемы. Ну, скажу, такие. Ремонт косметического для того, чтобы условия были. Там пожарный извещатель, решить проблему ремонта печки и другие. И, конечно же, вот те надбавки, которые сегодня государство закладывает, это возрастные. Возраст, когда человек достигает возраста 75 лет, ему сразу идет 75% минимальной пенсии. Если возраст 80 лет, 100%, это там 43 где-то рубля в нынешних ценах. И плюс ко всему 50% минимальной пенсии для того, чтобы, ну, по уходу. Называется надбавка такая по уходу. В общем итоге, это где-то порядка 63-65 рублей. И они в выплатных ведомостях, без раскладки, идут вот эта надбавка. Поэтому это предусматривается. И там, где надо, наше управление всегда к этому относится очень доброжелательно и чувствительно. Я скажу так. Для очень многих пожилых людей единственный источник дохода – это их пенсии. Скажите, пожалуйста, как они повышались в этом году и будет ли еще повышение? Ну, действительно, для пенсионера это самый главный источник. Поэтому в соответствии с указом главы государства, значит, пенсия повышается один раз в году. Поэтому последнее повышение пенсии было в прошлом году в ноябре месяце. Значит, ну, сейчас вот мы тоже ожидаем, что будет повышение. Хотя, второй пример такой привожу, что все надбавки к пенсиям и социальные пенсии, они перерасчитываются в зависимости от бюджета прожиточного минимума. Увеличивается бюджет прожиточного минимума, соответственно, идет перерасчет и пенсии. Таких перерасчетов в этом году было уже четыре. Это март, апрель, май и август месяц. Поэтому эти перерасчеты, да, возможно, они не совсем такие, как бы хотелись. Но я всегда говорю, государство позволяет то, что себе может позволить. В тех размерах, которые возможно обеспечить стабильную выплату пенсии. А сегодня я однозначно говорю, что у нас не было ни единого дня, ни единого раза, чтобы мы срывали выплату пенсии. Пенсия всегда выплачивается, как положено в срок. А если это попадает на выходные дни или праздничные, то понятно, что идет перечисление средств либо на карте ЧИТА, либо на почтовое отделение заранее. Петр Николаевич, какие есть дополнительные выплаты для самых наших уважаемых членов общества, для людей старшего возраста, для наших ветеранов? Я уже раньше говорил, что для этой категории предусмотрены надбавки. Там 75% и 100% для 80-летних. Ну и, соответственно, ветеранам-участникам войны есть еще выплаты праздникам. Но они разовые, поэтому как бы на их рассчитывать нельзя. И в основном это то, что вот оказание помощи для решения злободневных вопросов. Хотя, хочу сказать, Ольга, что вот эта категория, как раз средняя пенсия, в этой категории она не такая уж и маленькая. Если средняя пенсия по области у нас составляет 282 рубля, значит, это то... У этой категории она значительно выше. Максимальная пенсия у нас с коэффициентом 5,493 рубля в нынешних ценах. Ну, ограниченная коэффициентом 1,3 и 323 рубля. То есть, ну, по нашим меркам, ну, наверное, хотелось бы больше. Но в целом, я хочу сказать, что по Гомельской области пенсии, размер пенсии самый-самый высокий. Один из высоких размеров пенсии. Старики и инвалиды первой группы нуждаются в постоянном уходе. И в этом случае их родные вынуждены часто оставлять свою трудовую деятельность. Вот в этом случае на какую помощь от государства семьи могут рассчитывать? Здесь, Ольга, я хочу сказать, что вот эта норма, она была предусмотрена еще в 2006 году постановлением Совета Министров. Значит, в таких случаях, когда надо, постоянный уход нужен. То предусмотрена постановлением Совета Министров с выплатой пособия равного бюджету прожиточного минимума. Сегодня это 177 рублей и 50 копеек. Поэтому, но тоже это пособие может получать человек, который не получает пенсии, человек, который не работает. То есть он конкретно должен заниматься этой работой. Это прежде всего. И второе, самое главное, что должно быть заключение врачебно-конституционной комиссии, что человек нуждается в постоянном уходе. И сегодня я хочу сказать, что в целом по области этой услугой воспользуется более 7 тысяч человек. То есть это как раз вот тот момент. И, кстати, вот работа по уходу, она засчитывается в стаж. Петр Николаевич, спасибо большое. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Извините, Петр Николаевич, у меня такой вопрос по поводу пенсионного возраста. По поводу, мы повышаем пенсионный возраст. Хотелось бы, знаете чего? Не надо повышать нам пенсионный возраст. Давайте лучше добавим налогов. Еще один налог. У нас 1% скажут трудовому. 2% будем снимать. Но возраст повышать не надо. Мы не доживем до социального пакета. Уважаемый телезритель, хочу сказать, что я думаю, все вы грамотные люди понимаете, что мера это повышение возраста, она была вынужденная. И на сегодняшний день продолжительность жизни повышается, как бы мы ни говорили. Ну и посмотреть, как вокруг, да, там среднепенсионный возраст 67 лет. Поэтому, конечно, хотелось бы, но возможностей, наверное, нет таких, чтобы... Поэтому я убежден в том, что вот больше уже повышаться возраст не будет. А то, что вы предлагаете повысить налог еще, ну, возможно, такие варианты, они впоследствии и будут рассматриваться. Потому что все эти вопросы, они, учитывая, что у нас политика государства социально направленная, поэтому и главой государства, и правительством эти вопросы рассматриваются в комплексе и, соответственно, принимается решение взвешенное. И оно, как правило, значит, обосновано и наукой, и тем европейским опытом, который есть сегодня. Давайте продолжим. Мы говорили с вами о мерах поддержки, которые государство оказывает незащищенным категориям населения, в том числе пожилым людям. Помимо материальных выплат, чем еще могут помочь социальные службы и социальные работники? И как вы выявляете нуждающихся в такой помощи? Ну, прежде всего, Ольга, по комплексной программе социального развития и содействия занятости, которая у нас принята областным советом на 16-20-е годы, значит, там одним из пунктов, что мы должны ежегодно до 1 апреля произвести обследование одиноких, одинокопроживающих людей. Таких у нас в области 16, где-то и 9 десятых тысяч одиноких и более 62 тысяч одинокопроживающих. То есть тех людей, у которых есть родственники, но они проживают одни. Поэтому вот в результате этого обследования и выявляются те моменты, те вопросы, на которые нужно получить данному гражданину ответ. Вторым моментом я хочу сегодня сказать, что очень большое подспорье, это уже вот для нашей социальной службы, для наших территориальных центров, работа смотровых комиссий. Поэтому в смотровых комиссиях участвуют специалисты управлений, территориальных центров, и понятно, когда они видят, что в этом есть необходимость, соответственно оказывается помощь. Кроме того, той категории, которая необходима оказывать помощь, и они могут сами проживать территориальными центрами, оказываются различного рода услуги. Это и приготовление пищи, значит, и работы по городу, по дому. Более 100 видов таких работ выполняются социальными работниками. Поэтому есть сегодня возможность такая получить данные услуги. Да, я сегодня скажу, что 98% этих услуг, они платные. Хотя плата за эти услуги, она минимальная. 45 копеек сегодня за час. 7,5 рублей и максимально 21 в зависимости от количества посещений в неделю, от 2 до 5. Ну и, соответственно, в зависимости от месторасположения. Это если сельская местность, понятно, там сложнее добираться и прочие вопросы по городу, ну это значительно проще. Поэтому эти услуги люди могут получить, и мы к тому и склоняем и людей, и это в интересах для того, чтобы люди как можно дольше жили в своих привыкших условиях, в своем доме. И просто пользовались помощью. И просто, чтобы пользовались помощью. Это выгодно и для человека. Человек не получает стресса такого психологического. И, конечно же, это выгодно и для государства. Петр Николаевич, а какие услуги наиболее востребованные? Наиболее востребованные, если это в сельской местности, то это и уход по огороду, прополка, успашка, колка дров, доставка продуктов питания, стирка белья, уборка помещений жилых. То есть, такие, которые, ну, как я всегда говорю, это те работы, без которых человек проживать не может. Постоянно надо, чтобы были нормальные санитарные условия для проживания. Поэтому это очень востребовано. Ну да, это понятно. Петр Николаевич, конечно, очень важна помощь в быту пожилым людям, которым тяжело справляться одним со своим домашним хозяйством, особенно в сельской местности. А помогают ли центры избежать вот этого социального одиночества, найти занятия, как-то поднять настроение, вовлечь в какую-то деятельность? Я хочу сказать, что территориальные центры, они были, начали свою работу в 99-м, 98-м году. Тогда было по 2-3 отделения. Сегодня у нас в среднем по области 6 отделений. В таких районах, как Рогачевский, Мозырский, 8-9. Поэтому как раз там и есть отделение дневного пребывания для пожилых людей. Различного рода кружки, спортивные залы. То есть, могут приходить. И сегодня хочу вот отметить, что в ряде регионов вот эти кружки ведут сами пожилые люди. Это, как правило, выходцы из интеллигенции, то ли педагог, то ли культурный работник. Те, у которых, как я говорю, в крови это заложено. И вот они, как волонтеры, проводят вот эти занятия. И, конечно же, с участием специалистов, социальных работников. Ну, вот это очень здорово. Может быть, внучки у бабушки не хотят крестиком вышивать, а зато подружек можно такого же возраста, которые были бы заняты. Ну, всякие можно найти варианты. Предлагают ли сами такие активные пожилые люди свое участие? Или у них есть уже другие дела? Значит, хочу сказать, что да, есть и много таких, которые предлагают. И правильно, вот, и опрос, который был сделан, и я обратил на это внимание, что вот для этой категории очень часто не хватает общения. А вот как раз в этих кружках они находят общение, при том живое общение. И на сегодняшний день для того, чтобы вовлекать эту категорию, центры работают, и каждый центр, он в течение года проводит какие-то региональные мероприятия. Поэтому и каждый территориальный центр со своей программой участвует в проведении вот этих мероприятий. Это, я всегда говорю, мы понуждаем территориальные центры, чтобы это делали. Потому что, когда поехать на какой-то фестиваль, а там присутствует и культура, и руководство комитета, если не председатель, то заместитель председателя. И, конечно, надо показывать свою работу. Потому что не просто так, а в особенности, когда это с инвалидами. Поэтому это, я говорю, всегда стимул в работе для территориальных центров, для социальных работников и во благо вот этой категории, которая в этом нуждается. Петр Николаевич, дожидается у нас телезритель возможности задать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алло, мне вот такой вопрос к Петру Николаевичу. Слушаю вас. Вот я одинокая женщина, мне 72 года. Я хотела бы сделать ремонт. Я в Светлогорске живу. Но вот уже несколько раз я нанимала этих ремонтников. Они, ну, считай, мошенники сделают. И все, все очень плохо. Я хотела бы узнать, как, кто мне может помочь. Раньше было такое в территориальном центре, что можно было обратиться и помогут. А сейчас почему-то нет. Но на сегодняшний день вы, пожалуйста, нам фамилию, имя, отчество мы запишем. Я постараюсь там своим коллегам подсказать, Светлогорский, попытаемся помочь вам разрешить вашу проблему. Оставьте, пожалуйста, ваши координаты редактору на телефоне и ждите звонка. Петр Николаевич, мы продолжаем с вами нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, государственный социальный заказ. Что это за понятие и как он реализуется в Гомельской области? Ну, учитывая демографическую ситуацию, понятно, что все больше и большее количество людей, которые нуждаются в решении социальных проблем. Впервые государственный социальный заказ, он нашел свое отражение в указе о законе о социальной защите. Значит, в 2012 году это 35-й указ, в котором говорится о государственном социальном заказе. Значит, что предусмотрено? Этим предусмотрено, чтобы в решении вот этих социальных проблем участвовало не только государство, а некоммерческие структуры, чтобы участвовали предприниматели, то есть негосударственный сектор. Поэтому это есть, и оно уже у нас в области тоже есть. Вот на базе центрального района города Гомеля в этом году реализуется государственный социальный заказ. Там пять медсестер, которые с общественного объединения Красный Крест оказывают медико-социальные услуги. То есть есть эта проблема, Оля, потому что есть перечень заболеваний, которые социальные работники не могут оказывать эту услугу. Поэтому это должно быть, и оно имеет право на жизнь, и я думаю, с течением времени все больше и больше мы будем на это обращать серьезное внимание. И оно будет находить и воплощаться в жизни. И население должно быть информировано о том, что у них есть такая возможность? Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто хочет в этом участвовать, они должны следить постоянно, потому что если вот имеется государственный социальный заказ, то тот исполнитель территориальный центр, это либо в городе, либо на районе, они размещают тендерные закупки. Поэтому все это сегодня объективно просматривается в интернете, выкладывается, надо смотреть и принимать участие. Вот выиграли ли тендер, будут оказывать услугу. Не выиграли, извините. Поэтому это вопрос такой, который, я думаю, что дальше больше он будет активизироваться. Очень цивилизованная форма отношений. Петр Николаевич, предлагаю далее посмотреть сюжет. Накануне нашей с вами встречи корреспонденты диалога побывали в доме-интернате Васильевка. Внимание на экран. В интернате для ветеранов войны, труда и инвалидов Васильевка собрание проживающих. Именно так, почти по-домашнему здесь называют 145 человек, которые сегодня постоянно находятся в учреждении. При том, что интернат не является заведением закрытым, каждый может написать соответствующее заявление и переехать в другое место. Такие случаи есть, хотя массовыми их не назовешь. Условия бытовые хорошие. Вот я был у санатории, серебряные ключи, никаких различий нет. Хорошие, отличные так. Ну, питание, я бы сказал, нормальное. В администрации не скрывают, городским жителям поначалу привыкнуть к проживанию в интернате нелегко. Условия здесь действительно практически как в санатории, однако ритм жизни совершенно другой. Впрочем, как показывает практика, времени на адаптацию много обычно не уходит. Николай Коваленко в Васильевку приехал около месяца назад. Хожу на массаж, на другие. Здесь прохаживаешь, у меня ног нету. Ну, так вот, прохаживаюсь, уже научился на костылях ходить. Вот. И так вот идет, идет. Своим чередом все. Интернат Васильевка создан на базе одноименного санатория в 2006 году. Примерно в то же время здесь стали проводить службу священники одного из гомельских храмов. Правда, вначале они проходили в не совсем приспособленном для этих целей клубе. Однако со временем решили и эту проблему. В октябре 2012-го по благословению епископа Гомельского и Жлобинского Стефана при санатории открыли храм Божьей Матери и Целительницы. Сейчас посещать его можно каждый день, хотя непосредственно священнослужитель приезжает сюда раз в месяц. Плюс дополнительно встречи по главным церковным праздникам и иногда по просьбам проживающих. Помощь наша церковная заключается в том, чтобы их душа была, как бы не осталась, они сами с собой, со своими проблемами, со своими житейскими трудностями и радостями, в том числе, наедине. Потом церковь приходит и духовно помогает, поддерживает. За время своего существования интернат Васильевка пережил несколько этапов реконструкции. В результате условия проживания значительно улучшились, хотя по такому показателю, как качество жизни, расположенные в Гомельской области интернаты, ничем не уступают зарубежным, в том числе, европейским. Пожалуй, единственной, но существенной проблемой здесь называют нехватку современных средств реабилитации, что, впрочем, не мешает администрации Васильевка реализовывать программу трудотерапии и развивать творческие способности проживающих. Они у нас очень хорошо поют, они у нас очень хорошо сочиняются стихи, они у нас участвуют в разных культурно-массовых мероприятиях, они у нас и очень даже есть мужчина, который очень хорошо дедушка рисует. То есть у нас всесторонние и молодежь, и люди преклонного возраста. Среди основных увлечений Натальи Мигдаленок – выращивание цветов. Недавно цвела лилия, сегодня глаза и душу радуют розы. В Васильевке Наталья Борисовна проживает вместе с мужем, бывшим моряком Черноморского флота Петром Ивановичем. Каждый день супруги обязательно играют в шашки для тренировки ума. В большинстве случаев выигрывает жена, которая, как настоящая спутница жизни, тут же находит оправдание мужу. Зато он лучше играет в домино. В комнате супруга в Мигдаленок всегда образцовый порядок. Телевизор, холодильник, семейное дерево на столе, иконы на полке и фотографии на стене мужа в морской форме и умершего сына, офицера-подводника. В интернете супруги уже второй год. 4 августа здесь же отпраздновали золотую свадьбу, на которую приезжали друзья из России и Беларуси. Что касается проживающих в Васильевке, то для молодых они подготовили праздничный концерт. Приезжали одноклассники пара. Приезжали наши друзья молодости из Москвы. Мы потом в комнате посидели все вместе. А для всех проживающих мы попытались типа сладкого стола что-то сделать. Ну, кухня пекла пирог для всех. Недавно в интернете Васильевка открылся компьютерный клуб. Несмотря на то, что у многих проживающих есть сотовые телефоны с выходом в интернет, новый клуб пользуется большой популярностью. Причем среди представителей всех возрастов. Говорят, что иногда даже возникает конкуренция, кто первый займет место возле компьютера. При этом не все приходят сюда, чтобы во что-то поиграть. Некоторые таким образом общаются с родными, которые находятся в других городах и странах. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас в гостях председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома Петр Николаевич Савицкий. Петр Николаевич, сильны еще в обществе представления о том, что проводить годы в доме-интернате – это признак несчастливого сложившейся судьбы? Или уже мы от этого отходим? Я хочу сказать, Ольга, что нам удалось за последние годы этот стереотип переломить. Почему? Потому что, ну, раньше было представление, что дома-интернаты – это учреждения, которые, ну, имеют не совсем пристойный вид. Там, где нет условий соответствующих сегодня, я скажу, что наши все интернатные учреждения, они имеют достойную материальную базу. Я единственное все время говорю и буду об этом говорить. И вот там в репортаже сказали, что мы немножко еще отстаем в плане вот средств реабилитации. Вот это вопрос, над которым нам надо работать. А почему? Просто средства упираются, да? Значит, не совсем средства упираются. Сегодня все это импортное оборудование. Мы его закупаем, ищем спонсоров за спонсорские средства. Поэтому нам необходимо, и я этот вопрос не единожды ставил, чтобы в республике наши предприятия, которые на этом специализируются, все-таки выпускали достойные средства реабилитации, которые были бы, ну, весьма и весьма удобны в их пользовании. То есть есть такая незанятая ниша, которую приходится восполнять за счет того, чтобы обращаться к зарубежным производителям, если у нас этого не производится в стране. А что касается материальной базы, то я еще раз говорю, за последние годы вложены очень колоссальные средства. И я вот хотел бы, уважаемые телезрители, сказать огромнейшее спасибо нашему губернатору. Он всегда отзывчиво относится к тем просьбам и проблемам в решении проблем, которые возникают в наших учреждениях. Поэтому за эти годы сделано очень много, и все наши учреждения достойные. Я всегда говорю, что мне не стыдно никогда, если туда кто-то заедет, любой человек и в любое время. А потому, как общество относится к старикам и к детям, как раз и судят о самом обществе. О самом обществе и о государстве. Поэтому у нас как раз вот надо отдать должное этим вопросам. Придается самое, что не есть серьезное внимание. И со стороны правительства, главы государства, и областной исполнительный комитет. Еще друг к другу мы с уважением относились и с поддержкой, и совсем бы было все хорошо. А сколько вообще подобных учреждений у нас в Гомельской области? В Гомельской области существует 14 домов-интернатов. 7 домов-интернатов психологического профиля, 4 дома-интерната общего типа. И я бы сказал, сегодня уже 2 детских, ну а третий он такой наполовину. Немножко есть детей, а так в основном это молодежь в возрасте от 18 до 31 года. Это журавлический дом-интернат. Поэтому, ну к сожалению, хочу сказать, Ольга, что тенденция к тому, что рост психологических заболеваний все-таки есть. Поэтому это нас... И в молодом возрасте. Да, и идет процесс омоложения. Поэтому это меня в определенной степени беспокоит. Я всегда анализирую количество выбывших, количество прибывших. Мы каждый год в дома-интернаты поселяем порядка 40-50 человек больше, чем ушло в мир иной. И вот за это время мы открыли Теружский дом-интернат на 40 мест, мы открыли Гомельский, это новый интернат на 65 мест. Увеличили вместимость Хальчанского дома-интерната, Журавичского дома-интерната. Поэтому сегодня, как таковой проблемы в том, чтобы поместить человека, ее нет. Но мы постоянно находимся, как я всегда говорю, в поиске для того, чтобы на перспективу всегда был какой-то запас прочности. Конечно, по-разному может ситуация сложиться. А сколько сегодня проживающих? На сегодняшний день у нас в интернатах проживает 3020 человек. Это большое количество. И в основном это психоневрологический профиль. Они у нас самые большие. А вот дома-интернаты общего типа, они по уместимости небольшие. 180 человек, 120 человек. И, конечно, вот разгрузку мы большую имеем от того, что в территориальных центрах еще есть 8 отделений круглосуточного пребывания. Мы специально это сделали в регионах для того, чтобы людей не отрывать. Вот от той местности, последней мы открывали вот в Комарыне, значит, вот та зона Комарынская, она и Хойницкий район, и Лоевский район, вот этот куст мы и закрыли. Петр Николаевич, очень хорошо, что такое внимание уделяется тем гражданам, которые, наверное, ну, больше всех нуждаются в поддержке, нуждаются в уходе, но сами себя уже они обеспечивают не могут и поддерживают свое здоровье. Есть категория людей не с такими серьезными проблемами, которые могут жить сами, сами себя обслуживать, которые хотели бы работать, но им это очень сложно реализовать. Я говорю сейчас о людях с инвалидностью, которые трудоспособные, которые проживают сами или со своей семьей, и вот в такое сложное время не могут устроиться на работу. Вот таким людям вы помогаете? Да, Ольга, и такой категорией мы занимаемся, и я это не отрицаю, да, сегодня есть эта проблема, но мы работаем, мы работаем с этой проблемой, и, соответственно, есть в программе содействия занятостей, на эти цели выделяются и средства, создаются рабочие места, за которые, по сути дела, им платят заработную плату, а возмещаются из фонда социальной защиты. Это, так сказать, адаптация идет, и много очень этих людей в последствии остается на этом предприятии, но, к сожалению, это недостаточно. У нас есть предприятия светотехника, Випра, Рубин, Швец, конечно, хотелось бы, чтобы больше было таких рабочих мест создавали, которые позволяли, потому что, как правило, в этой категории очень много ограничений, которые не позволяют нанимателю решать эту проблему. Даже если люди и с пониманием относятся, да, и понимают, что это же с каждым может из нас случиться, что сегодня ты здоровый человек, а завтра инвалид. Абсолютно правильно, и я порой скажу сегодня откровенно, когда люди обращаются, я порой обращаюсь на ВКК, чтобы внесли какие-то изменения, чтобы человеку потом помочь на законных основаниях трудоустроиться. Значит, нужно говорить с депутатами нашими, что нужны какие-то здесь поправки. Есть эта проблема, и я думаю, что чем больше мы говорим об этих проблемах, тем больше мы их возбуждаем, они все-таки находят свое разрешение. Рано или поздно, да, но хотелось бы пораньше. И во властных структурах, и в обществе. Спасибо большое, Петр Николаевич, мы, к сожалению, уже вынуждены завершить. Ну, я бы хотел еще раз, уважаемые телезрители, поблагодарить вас и пожелать, прежде всего, здоровья, а самое главное, спокойствия и мирного неба. Председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите облсполкома Петр Савицкий был сегодня гостем нашей студии. Спасибо за внимание, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова